Библейский портал экзегет.ру представляет 13 глава книги «Деяния» для библейского портала «Экзегет» читаю перевод международного библейского общества. Итак, в 12 главе у нас был арест и освобождение Петра, ну а с 13, собственно, начинается вторая половина книги, которая посвящена почти исключительно миссионерским путешествиям Савла, он же Павел. Но он путешествует не один, как раз в конце 12 главы к нему присоединяется Варнава, но, впрочем, он еще и раньше присоединился, и Иоанн, называемый Марком, судя по всему, тот, кто будет называться евангелистом Марком. Их база Антиохия, город, крупнейший город в Восточном Средиземноморье, и Антиохии на Аронте, было несколько Антиохии, потому что Антиоха — это имя, такое родовое имя царей, которые правили в Селивкидской державе, поэтому, соответственно, это имя давали разным городам. И поскольку Антиохия — такой центр торговый, экономический, политический, и всяческий, то в нем очень удобно устроить свою миссионерскую базу, что они и сделали. В церкви Антиохии были пророки-учители. Варнава, Симеон, называемый Нигер, то есть черный по латыни, Киринец, Луций, Манаил, получивший воспитание вместе с правителем Иродом, то есть элиты местной, и Савл. Смотрите, какие разные люди. Симеон, наверное, африканец, судя по его прозвищу, и остальные из разных мест, из разных социальных слоев. Но вот Антиохия — это такой плавильный котел. Однажды, когда они служили Господу и постились, Святой Дух сказал, «Отделите мне Варнаву и Савла для дела, к которому я их призвал». Вот вновь прямое действие Святого Духа, которое, собственно, и производит решение. А люди уже решают, как им с этим распорядиться, но они выполняют это требование. И они после поста и молитвы возложили на них руки и отпустили их. Тоже интересно, что пост и молитвы, как некоторое предуготовительное действие, то есть для того, чтобы отправить людей на служение, для того, чтобы нечто важное сделать. Но вот люди смиряются перед Богом и просят Его о помощи. Эти два апостола, Варнава и Савл, посланные Святым Духом, пошли в селе в Кию, еще один город в окрестностях, оттуда отплыли на Кипр, известный остров. Они прибыли в Соломин, и там проповедовали Слово Божье в аудейских синагогах. Сначала с аудеями, да, они разговаривают. И вполне естественно, потому что те уже знают о едином Боге, ожидают Мессию. Иоанн тоже был с ними и помогал им тот, Иоанн, который марк. Они прошли весь остров и пришли в Пафос. До сих пор хорошо известное место на Кипре, да, это такой античный город большой. Там они встретили одного иудея по имени Вара Иисус, ну, то есть сына Иисуса, имя Иисуса очень распространенное, который был колдуном, лжепророком. Он был с римским проконсулом Сергием Павлом, человеком разумным. Проконсул пригласил Варнаву и Савла, желая услышать Слово Божие. Сергий — это, понятно, римское имя, а Павел — слово, которое означает «малый». И в дальнейшем, кстати, Савл получает имя Павел, это никак не объясняется. Не исключено, что этот проконсул его усыновил, то есть дал ему некоторое свое покровительство, может быть, после того, как сам обратился к христианской вере. Но напрямую мы этого не знаем. Но колдун, которого также звали Елима, что означает «чародей», действовал против них и пытался отвратить проконсула от веры. Тогда Савл, он же Павел, да, вот появляется это имя, полный святого духа посмотрел прямо на Елима и сказал, «Сын дьявола, враг всякой праведности, полный лжи и нечестия. Неужели ты никогда не перестанешь искривлять прямые пути Господни? Рука Господа обращена против тебя, ты будешь поражен слепотой, и некоторое время не будешь видеть солнечного света». И сразу же его окутали мрак и тьма, и он стал метаться из стороны в сторону, ища кого-либо, кто бы повел его за руку. Когда проконсул увидел, что произошло, он поверил в земленное учение Ема Господа. Вот, пожалуй, единственный раз мы в деяниях видим напрямую наказание, которое налагает апостол. Да, там была история про Ананию и Сапфиру, но там напрямую не было наказания от апостолов, там просто вот как некий результат их действия, они пали замертво. А здесь вот именно то, что он говорит и происходит. И это, конечно, служит подтверждением истинности их проповеди. Отплыв из Пафоса, Павел и его спутники прибыли в Пергию и Памфилию. Там Иоанн оставил их и возвратился в Иерусалим. Мы не очень понимаем, почему, но, судя по всему, он такой был не очень стойкий миссионер. Из Пергии они пошли дальше, но это все разные области, в Писидийскую антиохию, другая антиохия, чем их основная база. В субботу они пришли в синагогу и сели. После чтения из закона и пророков начальники синагоги передали им, братья, если у вас есть что-либо сказать на задание людям, то говорите. А это обычная практика, то есть любой мужчина может проповедовать в синагоге, а тем более тут пришли какие-то уважаемые люди из Иерусалима, изначально про Павла. Известно, что он ученый очень. Ну, надо им дать выступить. Павел встал и, сделав жест рукой, сказал, израильтяне, боящиеся Бога. Боящиеся Бога, судя по всему, язычники, которые, скажем так, посещали синагогу и верили в единого Бога, не принимая иудаизма. И вот первый образец его подробной проповеди. Бог израильского народа избрал наших отцов. Он поднял народ во времена пребывания его в Египте и могучей рукой вывел их оттуда. Сорок лет он заботился о них в пустыне. Он истребил в Ханаане семь народов и отдал их землю в наследие нашим предкам. На это ушло около 450 лет. Затем, до времени пророка Самуила, Бог давал им судей. Потом народ попросил себе царя, и Бог дал им из рода Вениамина Саула, сына Киша. Имя Саул, кстати, судя по всему, это имя и означает Саул. Саул правил сорок лет. Потом, отстранив Саула, Бог сделал царем Давида. Он свидетельствовал о нем. Я нашел Давида, сына Иссея, человек этот мне по сердцу, он исполнит все мои замыслы. Из потомков Давида Бог, согласно своему обещанию, призвал спасителя Израилю и Иисуса. Он кратко пересказывает содержание священной истории Ветхого Завета, но обращают внимание именно на историю освобождения и историю организации израильского народа. То есть, как этот народ был устроен именно как народ. И явление Иисуса, соответственно, некое завершающее действие в этой истории спасения. Перед предшествием Иисуса Иоанн проповедовал крещение в знак покаяния всему народу Израиля. Заканчивая свое служение, Иоанн говорил, «За кого вы меня принимаете? Я не он, но за мной идет тот, у кого я не достоин даже развязать ремни и сандалии на ногах». Ну а дальше вывод. «Братья, дети рода Авраама и те, кто боится Бога, это весь спасение было послано к нам. Жители Иерусалима и их начальники не узнали Христа, они осудили его и тем самым исполнили слова пророков, которые читаются каждую субботу. Они не нашли в нем никакой вины, за которую он был бы достоин смерти, и все-таки выпросили у Пилата разрешение казнить его. Когда они исполнили все, что было о нем написано, они сняли его с дерева и положили в могильную пещеру. Но Бог воскресил его из мертвых, и еще много дней те, кто пришел вместе с ним из Галилеи в Иерусалим, видели его. Они сейчас его свидетели перед народом. Вот он подводит священную историю к тому моменту, в котором они находятся, и обратим внимание, что он даже не говорит о себе, он говорит о том, что есть те, кто его видел. Мы провозглашаем вам сейчас эту радостную весть. То, что Бог обещал нашим отцам, он исполнил для нас, их детей, воскресив Иисуса. Во втором псалме написано, «Ты сын мой сегодня, и родил тебя. Здесь он вводит это понятие сыновства. О том, что Бог воскресил его из мертвых, так что тело его уже никогда не увидит тление, он сказал так, «Я дам тебе святые и неизменные благословения, обещанные Давиду». И в другом месте он говорит, «Ты не дашь своему святому увидеть тление». Это все, конечно, цитаты из Псалтирия. А Давид в своем поколении исполнил Божий замысел. Давид умер, его похоронили с отцами, и тело его истлело. «Но тот, кого Бог воскресил, избежал тления». То есть эти слова нельзя отнести к самому Давиду, потому что Давид тления не избежал. Поэтому, братья, я хочу, чтобы вы знали, что благодаря ему вам сегодня возвещается прощение грехов. «Во всем, в чем закон Моисея не мог вас оправдать, каждый верующий получает оправдание в нем». То есть закон не может сделать человека праведным, он указывает на грех. Об этом у Павла будет долго и подробно в его посланиях. А Христос может оправдать, наделить праведность. «Смотрите, чтобы не случилось с вами того, чем сказано у пророков. Посмотрите на смешники, изумитесь и погибнете, потому что я совершу ваши дни такое, во что бы не поверили бы, если бы вам рассказали об этом». Опасность неверия, да, то есть можно обрести спасение, можно его не обрести, можно его потерять. Это выбор человека. «Когда Павел и Варнава покидали синагогу, их попросили говорить о том же в следующую субботу. Собрание разошлось, но многие иудеи и благочестивые люди, изобращенных в иудаизм, пошли за Павлом и Варнавой. Те говорили с ними и убеждали их, и дальше жить, доверяясь благодати Божией. В следующую субботу почти весь город собрался, чтобы послушать слово Господа. Когда иудеи увидели столько народа, они исполнились завистью и стали с оскорблениями возражать тому, что говорил Павел». Вот ключевой момент, который будет воспроизводиться, да. Их проповедь привлекает, а значит настораживает иудеев, которые видят в этом какую-то угрозу для себя. Тогда Павел и Варнава решительно сказали им, «Слово Божье следовало в первую очередь возвещать вам, то есть иудеям, но так как вы отрицаете его и не считаете себя достойными вечной жизни, мы обращаемся теперь к язычникам, как и повелел нам Господь». Вот переломный момент, да, то есть отныне проповедь обращена ко всем. Он сказал, «Я сделал тебя светом для язычников, чтобы через тебя спасение достигло концов земли». Язычники радовались и славили Господа за его слово, когда слышали это, и все, предназначенные к вечной жизни, поверили. Все, предназначенные к вечной жизни, то есть те, кто должен был поверить. Вот как это, что это за предназначение, об этом будут очень много спорить богословы, и Павел будет упоминать его в своих посланиях, но Лука не вдаётся в богословские подробности. Просто он говорит, «Люди поверили, значит, они были предназначены к вечной жизни». Как ещё это объяснить? Слово Господне распространялось по всей той области. Иудеи подговорили богобоязненных женщин из знатных семей и начальников города, ну, то есть женщин, которые ходили в синагогу, и те возбудили преследование против Павла и Варнавы, выгнали их из своих пределов. То есть напрямую они как бы побаивались, но через женщин, а ты поговори со своим мужем, а ты давай как-нибудь добейся. Тогда они, Павел и Варнавы, отряхнули пыль со своих ног в знак свидетельства против них, а пошли в иконию. Ещё один город. Ученики же были полны радости и святого духа. То есть не споря, не возражая, расстаются с этим городом, в котором у них, скажем так, больше нету возможности свободно проповедовать. Ну и дальше эти истории будут повторяться в следующих главах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова